хорошо уже как я обещал я хочу закончить наконец-то мой мою тему которая что интересного в именах помните мы говорили уже довольно долго об этом уже шесть недель прошло седьмая неделя и знаете я очень рад что я дошел до этого состояния до какого у дальше надо что-то делать а вот оно пошло знаете когда я увидел результаты того что наши люди действительно начали применять не то чтобы эти имена как будто зову зазубрина к это формула она будет вникать в понимание у нас все-таки один бог да у нас один бог на небесах нету друг другого не других богов и идолов 2 назвать нас один бог который явил себя вешал миссис на земле искупил нас и оставил для нас здесь на земле помощника дух святой но мы понимаем что многообразие или многогранность божьего естества помогает нам понять его любовь человеку его вот момент такой подхода да и разные стороны его личности показывает насколько он дорожит своим творением иначе бы нас не было иначе смотреть нам глаза нет незачем было бы а так вот есть нечто и вы знаете я услышал просьбы людей особенно в черноморск тогда там я смотрю черноморск если не буду у вас вечером но они даже смотрят меня в прямом эфире и начали меня просто рапа не заканчивайте продолжать говорю у меня 85 имен не хватит это и года чтобы я все это рассказал и знаете вчера в особенное время мы за много месяцев карантина во время празднования шаббата пережили им такое общее вот знаете вот мы были праздновали шаббат на улице статья нас мамой и во время вот нашего празднования жили свечи преломили халу да поспели молитвы и вот друг наполнилась атмосфера таким умилением я не могу вам передать это состояние это не то что у нас когда кому празднуем шаббат такого не бывает но что-то особенно за много месяцев карантина вдруг мы переживаем некое неописуемое состояние покоя и атмосфера на улице поменялась я понимаю я не могу это объяснить мы стать она переглянулись и с такими улыбками приятными глазах такси я не хоть вау божий шалом позже вот это состояние мира и мы как говорит мы говорим шаббат шалом да но соспережить это состояние нечто особенное ситуация искать особенный момент и вот это потолкнуло меня продолжить тему именно вот это состояние потолкнул меня продолжить теме что интересно в именах поэтому как вы поняли я не заканчиваю сегодня над тем что хотел сказать все закончим от последним именем но это не последнее потому что имен можно еще много я могу рассказать какие имена я не говорил но сегодня это буду оставлять вас для вас как бы интригой но спрошу вас как как много из вас живут абсолютно в безстрессовом обществе или во времени кто из вас вообще такой меланхолик вам все эти состояние не на вас не действует выживайте безстрессовом состоянии нету никого хорошо хорошо я специально залез посмотреть вообще же такой стресс состояние стресса стресс естественная реакция организма во время опасных и неприятных ситуаций вы собой согласны но там и чуть-чуть тебя наступили на на ногу в маршрутке хотя должна быть и дистанция и маска и все остальное сразу стресс правда больно зато бесплатно больно зато ты начинаешь напрягаться что-то хочет высказаться естественная реакция организма во время опасных и неприятных ситуаций он преследует стресс нас повсюду он везде в некоторых ситуациях он может быть проявляться более очевидно а в некоторых общем менее можно стресс медь заметный что у человека стресс да или тихий лифте в это в тихом омуте черти водятся да то есть некоторое состояние стресса водится многие в этом мире снимают стресс по-своему но общая человеческая тенденция снятия стресса это поехать в отпуск а что вы думали поехать в отпуск сбежать от суеты обычных житейских обстоятельств туда где нас нет и где нас просто не ждали да да но чаще всего люди когда уезжают в отпуск это понятия вот типа я уеду ты за суеты от того что у меня есть стресса ситуация подальше чтоб меня никто не видел никто не знал вообще я там отдохнул но знаете что реальность жизни такова что когда ты возвращаешься с отпуск с отпуска стресс не обнулился он также живет в твоей квартире ждет тебя на работе подстерегает в магазине и не дают не дает тебе заснуть и ночью ситуация такая кто переживала такие моменты ты думаешь от этих стрессов сбегу куда-нибудь туда где меня нет отдохну приеду все будет нормально но это правда что нам нужно уходить ездить отдохнуть на это правильно но как как вы эмоциональные симптомы стресса давайте моя вас протестируется каждый слушайте чтобы договорить тестируйте просто эмоциональной эмоции есть еще физическое есть еще состояние постоянного стресса раздражительность участившиеся приступы гнева участие то есть ты не нервничал не гневался вдруг они наносится чаще и чаще беспокойство повышение тревожности даже в отсутствии повода повышенное нервное напряжение недовольство собой своими достижениями претензии к саму себе чувство одиночества чувство вины перекладывание ответственность за себя на окружающих как вы проверили себя эмоциональные симптомы есть у вас стресса все все перечислено уже существует хорошо пойдем физическому проявлению стресса как физически проявляется стресс увеличение конфликтов с людьми то есть если вы переживаете стресс то вдруг вы как и не когда стали чаще конфликтовать с людьми это физическое то есть вербально эмоционально ты все высказываешь люди что ты о них думаешь увеличение числа ошибок при выполнении работы которые раньше давалось хорошо вот вроде бы получаешь все еще нормально делал все сегодня ты стоишь как это смотрю в книгу и ничего не понимаю что происходит бывает такие да вещи да вот суетливость и ощущение хронической нехватки времени не хватает времени суета послушайте это уже физическое состояние вашего стресса усугубление вредных привычек у верующих нету вредных привычек сегодня сказано было кто-то еще вспоминает слова трехэтажного высоты начинается стресс у некоторых людей которые под стрессом уже начать лучше какая мне разница и начинается разговоры вредные привычки привать семечки на людей ну не знаю можно но то хотя бы это минимальных этому кто-то закурил кто-то еще и что-то сделал ра приветные привычка не проявляются потому что люди спрашивают человека который уже давно верующий вдруг смотришь он в состоянии таком то подкуривать только где-то кальян да чего жизнь такая жизнь такая вот нервы нервы успокаивая нервы но это уже понятно что уже совсем плохо с человека трудоголизм такой полное погружение в рабочие проблемы с ущербом отдыху и личной жизни ты просто хочешь что-то делать постоянно делать гонимые такие люди да это уже это уже физическое проявление стресса но есть еще найти бывают иногда такие а бывают еще хронический стресс вот хронический стресс как хрени хронические болезни это опасное состояние человека он ставит под угрозу общая жизнь человека усталость не покидает вас даже после отпуска это хроническое уже состояние при этом наблюдать и усталость как физическое таким психологически то есть духовно меня менять и удивляют такие люди когда вот говорят чего на молитву не ходить не ходите я вообще так устал я просто не понимаю где нахожусь хроники еще те нарнии хроническое состояние нет радости в общении с близкими друзьями коллегами нет желания видеть кого-либо с каждым днем и становится все хуже и хуже вопроса не хотите никого видеть чувствуете недовольство собой внешним видом не покидая чувство безосходности неуверенности в себе возникают проблемы со здоровьем может выражаться и хроническим усталостью головными болями бессонница но бессонница это уже так старости это как бы это уже надо вставать в любом случае раза три в ночью так на рада нормально тяжелось сосредоточить сосредоточение на цел на ценностях возникает чувство раздражение злости во всех и на всех на всех и на себя и во всех просто постоянно после тебя все люди раздражают другими словами а раздраженность а же 100 а за ожесточенность такая сердце это антонимы слову умиротворения или мы говорим шалома подачку да я клоню для того чтобы снять стресс у нас должен быть механизм у верующих людей механизм помимо наших отпусков или прогулок или же хобби каких-то у нас на рыбалку братья ездят там да все что тоже бывают любят рыбу ловить но и надо кто кому-то чтоб ее чистить таблеток да тоже любит есть у кого-то есть снятие стресса таблетками всего того чем вообще вы снимаете стресс нам нужно же быть механизм больше чем хобби поездки таблетки или что-либо другое у нас должен быть намного интересный способ именно снятия стресса где же найти этот анти стрессовый рецепт каждый конечно скажет особенно верующие но правильная правильный ответ это и шуа да иисус это правильный ответ как любой в любом детском заведении скажет на что-то похожих но правильных и похоже на белочка но на правильный ответ иисус у нас вы такой каждый из нас понимает что только в боге конечно же только в боге мы можем найти как бы как снять стресс тогда почему-то я не сильно вижу людей инициативных в служении в молитвы евангелизации так где же мы снимаем стресс который мы переживаем как я уже говорил что одно из имен бога писание встречается более семи тысяч раз но есть имена не настолько популярны в библии и даже есть имя которое очень актуально для нас сегодня в нашем будущем или по бурлящим таком прогрессе в этом мире который мы находимся это имя встречается в тонах и всего лишь один раз есть семена которые 7 более более 7 тысяч раз встречаются а тут я нашел имя которое встречается в тонахе один раз но он так нужно нам сегодня в нашем состоянии это имя заинтриговала меня я думаю если так много не сказано может она и не нужно всем нам а если нужно то значит мы не знаем как его использовать что говорить вообще как понимать что вообще бог хочет от нас от этого имени или вообще просто говорим об этом но не знаем как жить как это применить своей жизни это имя встречается в истории с гедеоном в книги судей а по еврейски это в книга шафтин из-за отсутствия вот божьего состояния вот в израиле за отступление от божьих заповедей бог поместил израиль под нападки таких кочевников кочевника которые просто оставляли восток без пропитания а израиль без средств существования знаете у бога есть уровень как как снять стресс израиля но уровень стресса у евреев был на пределе они и не один идол который они же в то время уже поклонялись они отступили от бога за отступление от бога бог и придал в руки кочевников которые забирали у них там все реально все забирали и восток просто был опустошен это единственный способ который они еще не пробовали это был старый испытанный дедовский опыт какой дедовский опыт они не использовали они обращались ко всем идолам а дедовскому опыту они не обращались и написано что вспомнить дать дедовский опыт какой в египте тоже делали отцы деды в египте судьи 6 глава 6 7 стих и весьма обнищал израиль от модель не тян его запилили сыны израиля господа старый дедовский способ ваза питать начинать молиться все испытывайте а лучше вы держитесь в молитесь постоянно дедовский опыт когда вы запилили сыны израиля господу нами дитя тогда господь ответил а вам открою секрет когда плохо но зашо вас запить не пить не пить друзья не пейте а вас запить кричать богу уровень стресса у израиля понятный обнищание ну видите нет то написано что и обнищал израиль и когда уровень обмещать упала до к состояния начали кричать к богу этот уровень ну как у бога есть всегда хорошие способы бог начал говорить с израильтянами на их ним языке гешефта кто с кем торгуется обнищали давайте поговорим конечно к уровень стресса у израиля это в то время нельзя сравнивать с уровнем нашим я сравнивать не буду и не стану у каждого времени свои испытания но дело даже не в обещании страны в том что мы не знаем как с этим справиться у нас тоже же не сильно хорошо не сильно богата правда у нас тоже стресс такой и обнищание становится таким инструментом для нас и пришел ангел господин один из таких стих и сел оффри под дубом принадлежащий и васу потомку и визирову сына его гидеон выколачивал тогда пшеницу вточили чтобы скрыться от мадитян нормальный еврейский гешефт тоже как и сегодня многие из нас да многие люди смотря на то что происходит в мире экономические политические трудности которые проходим через коронавирус через все эти ситуации с нашим карантином мы втихаря как и гидеон тихонько ша делаем свой бизнес так чтобы скромно маленький бизнес чтобы не платить ни налоги вообще чтобы его не отобрали так поступал гидеон тихо в ша а ангел господин сел под деревом и ждет под дубом сел и ждет но суть такова что ангел явился ему с удивительным приветствием это приветствие сегодня популярно среди русскоговорящих людей там по иврития божий говорится как господь с тобой муж сильный а по-русски говорят бог помощь да то же самое бог помощь муж сильный мужик здоровый ты такой тихоря бизнес заколачивает бог с тобой и узнать и долго не нужно было ждать реакции гидеона как у нас их всех евреев на все приходим как будто те же потомки на гидеон сказал ему господин мой там в отрезательный знак или посмотреть там вот это кричит на него господин мой если господь с нами то чего постигла с это бедствие я немножко перефразирую карантина и эпидемии коронавируса 19 не она наша уже как бы современный лад немножко состояние наша с вами и где чудеса его как многие говорят так плохо у нас от коронавируса все состояние где же чудеса держит от бог который все это все будет изменить мы уже плачем и говорим и держите чудеса о которых рассказывал нам отцы проповедники папы или кто-то еще рассказывал говоря из египта вывел нас господь а ныне оставил нас господь и предал в руки кого а если саварят говорить с современным христианским языком когда все боятся массовском заговоре и предал нас господь в руки масонов до с долларом непонятно что происходит с экономикой всемирный заговор какой-то против всех да и вот это состояние котором мы живем многие живут и вы это ответ очень большой но дальше диалог развиваться просто по-еврейски небольшие пререкания небольшой как бы разговоры и как не говорить и не торговаться правда у гидиона такого получается как у всех у нас мы начинаем торговаться с богом а если вот так а если мы такие уже и благоволение нашли от шоу с нами происходит а почему вот это а что ты мне скажешь почему сейчас а почему не потом почему мое время а чё нельзя было это было раньше сделать или же потом когда я умру мы тогда будет мы же так общаемся с богом но знаете некоторые теологи предполагают что этот диалог с ангелом господним он на фактически не этот ангел и являлся тот ешуа потому что 14 стихе говорит господь воздрев на него после гурини понюшка пообщались да вот этот был разговор если там если я муж сильный да то почему настолько постигла все если бог с нами чё на что постигла такое господь воздрев на него сказал иди с этой силой твоей спаси израиль от руки мэдитян я посылаю тебя что там произошло он покричал поговорил по немножко по вздорил это с этой силой давай иди пошел имею что его вы воюй и он мы так воюем и пытаемся этим делом многие из нас наверное хорошие родственные души гидиона так как мы просим подтверждение всегда мы всегда просим знамение в том или ином деле боже если твоя воля если это ты вот это будет так а пускай это будет вот так в общем торговаться хотя я скажу так это не ново это не новое состояние в новом завете брикаташа фарисеи требовали от ишуа знамения от имени кого он говорил упадет вот сделай знамение вот таким образом это не новое но я хочу показать одно мгновение когда игрово стал игрово шалом игрово стал игрово шло это имя игрово шалом встречается в тонах и один всего лишь раз но мы понимаем что это какое что-то состояние мира но не понимаем как его использовать и что она собой представляет 17 стих и и ниже где он сказал ему если я обрел благоволение перед твоими очами это сделай мне знамение что ты говоришь со мной не уходи отсюда такое я приду к тебе и не принесу дара моего и не предложу тебе он сказал я останусь до возвращения твоего и ангел господин ждал его под дубом гиди он пошел приготовил козленка то есть вот сварил то есть он приготовлен не не просто там отрезал порезал привез его живое мясо ты познаешь вот с привоза возьмите сделать себе что-нибудь какой тот бюштекс да но на самом деле он приготовил и опресноков тоже еще и хлеб пек и муки мясо положил в корзинку по и похлебку влил в горшок принес к нему подоб и предложил и сказал ему ангел господин возьми мясо и опресноке и положено всей камень и вылил и вылик похлебку он так и сделал ангел господин простер конец посоха там же за стоит по-русски посохом который был в руке его прикоснулся к мясу и опресником если и вышел огонь из камня поел мясо и опресника и ангел господин скрылся с глаз его и увидел гиди он что это ангел господин это перепугался да и и сказал гиди он увы по-русски так по еврейски ой-вэй вовой что случилось я сейчас умру я видел ангела да вот воскреска за кричать и увы мне владыка господи потому что я видел ангел господин лицом к лицу господь сказал ему мир тебе не боссе не умрешь там два переводе говорит типа успокойся не умрешь будь спокойно словами мир тебе спокойствую и устроил там гиди он жертвенник господу и назвал его и голова шалом и еще до сегодня он в офре и визировой в ту ночь сказал господь возьмите лица и стадо отца твоего и другого тельца семилетнего и разрушить жертвенник вала который у отца твоего сруби священное дерево которое при нем и поставь жертвенник господу богу твоему вот здесь это это эта история очень показывает важность того что происходит я хочу чтобы чтобы поняли я здесь просто перейду на другую ссылочку которого у меня есть я думаю о том что что значит вообще шалом шалом это чаще всего его это питер как отсутствие войны да ну как бы чаще всего то мир отсутствие вражды или же войны но но в еврейском понимании шалом вообще взят из корня слова шалом означает быть целостным умом телом и сознанием как это нужно сегодня нам быть здесь исцеленным быть по в понимании что есть если исцеленным разумом телом и состав поэтому я не зря начался стресса как сколько мы живем каком состоянии мы живем стресса и нам нужно научиться иметь и понимать что наш бог это бог мира того который хочет устроить наш состояние нашего стресса понизит до нуля чтобы мы ходили в этом мире и нам за это ничего не было вы поймете чем говорю мы должны понимать это имя имя бога который превыше всех имен естественно для человека просить подтверждение это естественно каждому из нас это естественно говорить боже если ты хочешь если ты желаешь и мы как честно говоря мы все такие мы всегда такие мы себе ищем какое-то оправдание если если и бог не стыдится подтверждать свое обетование или свое обещание или же вообще просьбу свою он не стыдится подтверждать свое утверждение и знаете что сам самое главное понимаем ли мы что он указывает нам на это видим ли мы в наших обстоятельств что вон именно указать и подтверждает свое желание присутствие нашей жизни на самом деле нам нужно понять очень важную тему еще говорит уже возвышаясь от земли уголь учая их соблюдать все что я повелел вам и сия с вами во все дни до скончания века аминь к сказанному уже нечего добавить ведь вы должны себе вспомнить что я с вами каждый день каждую минуту каждое состояние хорошо ты делаешь плохо стрессе без стресс без стресса лежишь встаешь бежишь и умели даже умираешь я всегда с тобой я рядом когда говорится ой вей владыка я увидел ангела господь говоришь гидиона то успокойся ты сейчас что ты нервничаешь не умрешь но увидел ты меня это было еще который было плоти до увидел но но не умрешь но будешь жить и возвещать о великих делах божьих да это это состояние очень важно стресс нашей жизни приводит к смертельным исходом эмоционального выгоранию на всех уровнях нашей жизни стресс всегда послушайте внимательно стресс всегда будет доводить человека до состояния именно смертного состояния до выгорания внутренне потому и люди мне уже ничего не хочется и здесь не бог здесь ни при чем и община ни при чем не тара не его слова ни при чем не пение ни молитвы здесь ни при чем наш ебежедневный повседневный бытовой стресс доводит нас до состояния выгорания стресс современном мире не невозможно определить отдельными отдыхом вот стресс снять невозможно просто отдельным отдыхом или кто вообще как его снимает нам нужно иметь мир с тем кто дает нам этот мир иоанна 20 19 тот же первый день недели вечером когда двери дома где собирались ученики его были запреты от опасения от иудеев от стресса переживаемая за свою жизнь еще пришел стал посредине говорит мир вам еще один стресс они перепугались и даже фома перепуганный был он помеха говорит ну да свою руку ну да и но вложил там где все так как бы пробита было услышите передавайте свой стресс богу передавайте не сбегайте от стресса не не просто не зарывайтесь не передавайте и не срывайтесь с вашем стрессе на детей или на кого-либо но передайте ваш стресс богу не закрывайтесь от стресса не принимать не принимайте поспешивающих или поспешных решений не ходить в общину потому что когда прихожу в общину тогда самый большой стресс приходит ко мне вижу те лица которые терпеть уже не могу и вы еще не знаете всего что происходит начинается этот стрессовое состояние но нам нужно передать наш стресс тому кто является егова шалом царь мира ешуа хамашех придите ко мне все трудающие и обремененные и что я помните говорит для гигиона успокойся ты шалом пускай ну мир тебе успокойся ешу говорит придите ко мне передайте мне все и успокойтесь ибо я пекусь о вас я взял это бремя на себя а мы носимся как этот суслик с этим орехом в этом мир да как он назвался для ледникового периоде до с нашим стрессом так и вот этот вот это вот белка вот напоминает нас насто под настоящим стрессом знаешь еще этот на орехе так это кипа такая тоже разно точно можно сказать еще говорит придите ко мне все труждающиеся примененные я успокоил вас даже в истории с гидеоном доверие богу вы раз выражалась выбором от на тип доверием богу для того чтобы бог сделал это отделение доверять нужно вы можете представить тысячные армии и бог говорит ты поразишь их как одного человека медиа это было дождь опасно и такое полчища стресс сражения нужно было поменять на спокойствие стресс борьбы нужно было поменять и на то что бог будет с нами передать ему все и передать самое главное бог сделает отбор людей когда стресс намного больше чем реальных решений что нам делать и сказал господь гидеоном все и все еще много народа он начал 10 тысяч это правда кажется быть еще сильно много 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 народа там десятки тысяч еще много виде их воде там я выберу их тебе о ком скажу пусть идет с тобой тот пусть идет с тобой о ком скажу тебе не должен идти с тобой тот пусть и не идет насколько под стрессом был гидеон я скажу как насколько то дальше идет такой момент ты пойди вообще-то встан и я там подтвержу это все намерение но если ты боишься возьми еще пару человек с собой какой стресс был сильно но доверие богу что он это передает вот он передал этот стресс и поэтому фактически гидеон и называет эту встречу и с богом как и голова шалом успокоение передать ему этот весь стресс и доверять ему до конца в этой ситуации нам это очень необходимо послушайте мы должны передать этот стресс доверие богу способность дать нам уверенность в будущем тогда когда нам хочется избавиться от проблем от стресса тогда мы зачастую просим чтобы бог устранил стресс правда мы хотим позже это проблема эта ситуация но вы знаете с вот эта история с гидеоном бог не устранил стресс бог не устранил он говорит бы сказал ему такие слова я буду с тобой я буду с тобой ты поразить медитян как одного человека бог когда мы под стрессом они и мы хотим боже убери эту ситуацию я просто не выдерживаю богат я буду с тобой я не уберу ее я хочу чтоб ты нашел меня как свой мир войти в этот мир и проходить стресс не переживая о том каким твои идеи об окончании этого стресса доверие я его ваша лом когда ты проходишь долиной смертной тени я что с тобой тебе нужно об не тебе не нужно будет объяснять миру почему так плохо уже происходит тебе нужно будет поменять стресс на мир со мной второе царство 22 глава 2 стих господь твердение моя и крепость моя и избавитель мой мы должны войти в этот шалом и знаете мне понравился иеремия иеремия высказала мысль которая очень мне понравилась иеремия 16 глава 19 господи сила моя и крепость моя и прибежище мое день скорби скорбь мы говорили это стресс в день стресса ты мне в сила крепость моя и прибежище дальше к тебе придут народы от краев земли скажут только ложь наследовали наши отцы попусту это в чем никакой нет пользы в чем нет нету пользу а какой вот такая ложь какая как бы думать какая ложь сегодня предоставляется ну про отцами дабы не верующими людьми миром которым мы живем какой какой способ снятия стресса выпить накричать японии там пойти специальные комнаты там покидать там все там баки папа папе там же потом успокоился пошел работать посмотрите есть раз разные это ложь это сегодня видно по амулетах например да как как снять как снять стресс да там какие-то амулеты купите этого снимут от стресс суеверия любки то привычки ложище в том что можно было спастись или освободиться от стресса собственными силами ты можешь это преодолеть снять это гневом или отдыхом или вообще напиться и забыться и скажу так это ложь стресс снимается приходом к богу мира это когда ты станешь тем кто бог хоть видит тебя ты становишься стрессоустойчивым быть рядом он обещает свой всегда так и чтобы с богом мира шалом а нужно быть с ним нам нужно разрушить жертвенники видели там есть одно перечисление а он говорит их я ты я его ваша лом но сделала что-то еще раз того того отца есть жертвенник идолу и еще дерево это не зря у каждого жертвенника есть и который поставлен идолом у него посадили дерево так бывает нашей жизни есть идол а если есть идол нашей жизни тогда если жертвенник мы жертвуем жертву служение потому что у нас работа мы жертвуем служение потому что у нас дети на скрипках играют или на тромбоне или спортом есть идолы и жертва да оба сама стража знаете что при этом жертвеннике было еще дерево которая поливается всякими с ненужными делами осуждением да сплетними всевозможными особенно еще поговорим о о нашем правительстве о наших всех вопросах поговорим обо всем мы поливаем эти все деревья мало то что у нас есть идол какой-то а каким это идолом может вообще быть я не знаю нас еще есть и жертвенник а если жертвы значит там еще есть и другое и в ту ночь сказал господь возьми тельца из стада отца твоего и другого тельца семилетнего и рад мы читали это и ты поста разрушь все это уничтожи и поставь жертвенник господу какие это у вас есть идолы я не знаю но что могу сказать прибудьте во мне и я буду вас ведь сама по себе плодов приносить не может если не будет на вазе вы также не сможете приносить плод если не будете во мне еще год водите меня и кого шалом встречается один раз танахи но в новом завете встречается намного больше я зачитаю и мы сейчас закончим это буквально несколько мест писаний 1 кориффе на 14 глава 33 стих потому что бог не есть бог бог не устройство но бог мира так бывает во всех общинах у святых вы хотите иметь стресс быть стесоустойчивыми иметь антидот будьте в боге посвятитесь вот войдите в него доверьтесь ему филиппийцам 49 чему вы научились то и пример приняли и слышали и видели во мне то исполняйте и бог мира будет с вами подражайте маши их подражать и миссии молитве в любви забота о людях на стой в нас ну-ка бы наставление людей идти путь путь достигать людей вести ту жизнь и тогда богу и павел пишет и бог мира будет с вами 1 фессалоникийца 523 сам же бог мира до светит вас во всей полноте и ваш дух и душа и тело во всей целостности до сохраняться без порока пришествие господа нашего и шума миссии если в танахи мы читаем только одно упоминание и голова шалом то в новом завете живя под именно искуплением и подходу к богу прямому подходу к богу до длится к отношению с богом здесь указывает на том чтобы мы имели этот мир с богом бог мира и крыльевом 15 глава 30 стих бог же мира добудется всеми вами аминь так что мы скажем одно имя в танахи как очень важно чтобы понимать наш мир котором мы живем под стрессом мы должны обменять на мир с богом бог это примирение с богом а бог который является тем миром войти в него и мы станем стрессоустойчивым до благословить тебя господь и сохранить тебя до призрит на тебя господь светлым цел своим помилую тебя до обратить свое лицо на тебя господь и даст тебе свой шалом ебан хиха адонай ваиш мари ха яхер адонай панавалеха вихунеха исцеление благодать и милость